Добрый день. Здравствуйте. Давайте представимся нашим зрителям. Меня зовут Лариса. Я живу в Санкт-Петербурге сейчас, сама из Иркутска. И я немножко занимаюсь, уже четвертый год стала вдруг заниматься дополнительным образованием школьными, какими-то проектами, гражданским просвещением в школах и неформальным образованием. Но школа сейчас на слуху. Вот в связи с этой ковидной ситуацией целый год дети были на удаленке. Конечно, родители в шоке, все в шоке, наверное, весь мир уже в шоке. Говорят, что качество падает. Я сам знаю, у меня дочь учится 16 лет в школе, 10 класс. Ничего не учат. Пожилые учителя не могут быть. Старшие сыновья у меня тоже из вузов. Москва закрылась. Всех отправили по домам на удаленке. Где есть, где нет. Интернет. Понятно, что и преподаватели не умеют совершенно преподавать. Ну да, это другая совсем область. Ну смотрите, я как бы отношусь к этому с двух сторон. Первая сторона – это положительная. Положительная заключается в том, что если бы, может быть, не случилась такая ситуация, мы бы вообще не обратили внимания на развитие интернета, каких-то пространств, интернет-образования. И так бы, может быть, тащилось это все. Мало кто обращает внимание, что действительно средний возраст педагога у нас за. То есть молодых учителей не очень пестует. Но когда они приходят, бывают очень интересные вещи. Например, сейчас есть же организация учителя для России. Там много молодых, талантливых учителей, которые, в принципе, не учителя вовсе. Они приходят из других профессий, проходят переобучение и едут в какие-то районы отдаленные, где вообще тяжело со школами. Это катастрофа. Катастрофа. Так вот я положительный момент в этом вижу, что когда началось переформатирование в интернет пространство, смотрите, ты неважно уже в каком городе ты находишься, есть там учители у тебя талантливые или нет. Потому что очень долгие годы говорили, вам-то хорошо, у вас тут педагоги, у вас тут образование, а мы там не можем поступить. А теперь, пожалуйста, открыл, есть лекции ведущих преподавателей, ведущих таких профессоров, которые ведут, или там очень классных учителей, которые знают свой предмет и преподают его интересно, которые уже давно адаптировались к интернету. Вот смотрите, тут другая проблема возникает, что лет, может быть, через 10-15 может такое произойти. Я не уверена, но может такое произойти. Что скажут, а зачем нам тогда учиться в обычной школе вообще, если мы можем, у нас будет, допустим, 30-50 талантливых педагогов, которые распишут курс лекции, включаешь, учишься и до свидания. И тут вторая проблема. Мне кажется, что оффлайн-школа, которая действует постоянно, где есть общение между детьми, между учителями и прочее, она будет дорожать. Потому что, ну вот когда классик когда-то сказал, что дорогое общение, да, как вам говорила там, забыла, короче, вот уже вылетела из головы. Но когда говорили о том, что человеческое общение дорогого стоит, вот оно как раз и будет. То есть когда ты сидишь в онлайне, ты же многих не видишь. Иногда открываешь, вот мы вели, да, черные окошечки, черные-черные, как вот на кладбище. Вот иконки, написана фамилия, хорошо, даты нету, да. Интересный срок. Ну потому что реально, вот-вот открыли монитор, и не все могут подключиться, не потому что кто-то не хочет, действительно не хочет, кто-то, ну у кого-то нет возможности подключить хорошую камеру. И поэтому ты сидишь, общаешься вот с этими иконками, в тишине, в полной, и это очень деморализует, это очень как бы расслабляет. Вчера читала буквально одного профессора, знакомого очень хорошего, который говорил мне, он работает в высшей школе экономики в Москве, и говорит, сегодня у нас был какой-то там, ну важное совещание, я уж не буду говорить какое-то, ну важное, на котором надо было присутствовать. Из-за того, что онлайне, они, он говорит, я успел приготовить борщ, то есть все прошло хорошо, я успел приготовить борщ. Ну то есть понимаете, в чем-то надо всегда думать о положительном и об отрицательном, то есть отрицательное, почему важно думать, это риски, которые нужно, это те вызовы, которые нам кидает жизнь сама, или там общество, или еще что-то. И нам, конечно, нужно это принимать и готовиться к этому. Но я думаю, что онлайн как раз показало проблемы вообще школьного образования, традиционного школьного образования. Педагоги, ну далеко не все адаптировали свои уроки к онлайн. Ну представьте, вот вы сидите, да, и вот вы всю жизнь говорили об одном и том же, да, то есть там поехал там автобус со станции А до станции Б, ну и так же продолжайте. А человек сидит дома, он расслаблен, он только встал, он думает, ну может там где-то зубы чистит и слушает это все. То есть нет адаптации, но я видела тех педагогов, вот у Новосибирска есть Олеся Вальгер, которая преподает, мне очень нравится за ней наблюдать, как она адаптировалась сама и адаптировала свои уроки для студентов. Это целое просто, это же целое действо, на него смотришь и оно завораживает. Она там всю эту технику настраивала, вот это у меня получилось, вот это не получилось. Так, ребятки, давайте вот это, наим какие-то там плюшечки, бонусы, за то, за то, ну просто потрясающе. И еще один момент я заметила, что сначала, когда в онлайне начинают говорить педагоги о чем-то другом, а нужно говорить, да, как-то все равно общаться с детьми, сначала мало кто слушает. Но потом я заметила, что через месяц-два слушателей становится больше, больше, они все равно приходили. Вот я говорю, вот эта радость человеческого общения, она должна быть, ну вот в таком виде тоже. А все зависит от педагогов, конечно. Ну, человеческий фактор всегда. Смотрите, вот сейчас такой момент, у нас не работают же институты, все в курсе, что институционально мы отстали от всех. Ведь у нас идут в больницу, не просто в больницу, а стараются попасть к какому-то нужному врачу, потому что у него есть репутация или о нем кто-то сказал. Так же в школу, вот сейчас идет набор, и у меня очень много знакомых пишет. Что же делать-то, там такая очередь, и вот мы туда не попадем, и начинают охидахи, а им говорят, да бросьте вы, я прямо читаю в комментариях, десятки людей пишут, что бросьте вы школу выбирать, выберите учителя. Если тем более в школу, начальная школа, это главный учитель. Как начальную школу задаст, то он так и пойдет. Ну и получается, реально, это же на человеческий фактор, он только у нас и определяет все остальное. Либо есть у нас лидер какой-то человек, не в школу идут, а идут на учителя. Тоже проблема большая. Немножко расскажите о вашем центре, где мы сейчас находимся. Чем вы занимаетесь? Я слышал много всяких, проводите всяких форумов. Нет, смотрите, я работаю в школьных проектах. Я с ними сотрудничаю. Нельзя там, наверное, говорить, что работаю, потому что у людей традиционно получается работать такое вот что-то тяжелое. Мы сотрудничаем, мы партнеры, нам там очень интересный коллектив разнопланный. Там есть журналисты, там есть преподаватели, есть студенты, есть учителя, которым нравится модернизировать свое образовательное пространство. И Максим Иванцов 15 лет назад это все сделал. Это было потрясающе, наверное, потому что они с Аркадием Гутником, а это юрист, и он вел живое право и работает в институте принца Адельбургского. То есть, ну просто для меня это такие люди, которые, я же из глубинки, еще раз говорю, приехала точно так же. И когда я слушала первые… То есть наши люди работают где-то еще? Сейчас возможности есть, да? Да. Они известны за рубежом. Да, да, да. Нет, они просто, вот у них пишут книги, они какие-то делают пособия различные, как ввести вот эту игру, описывать разные занятия. Это такой гигантский труд, потому что одно дело провести, а другое дело описать все, чтобы любой человек в любом городе мог взять, открыть сайт, посмотреть, о, занятие-то нормально, мне как раз нужно оно, общество знанию. Как раз вот оно мне, вот, раз открыл и провел, никаких проблем нету. То есть вот в этом интернет, конечно, сильно помог и выручает. Вот, и когда я приехала сюда, и буквально вот, я не знаю, каким-то чудом, вот первые практические шаги, вот, были знакомы учителя, там, прочее, прочее, и они все вот прямо вот встретились в один день с Перми, с Великого Нового города, с Петербурга, они прилетели почему-то сюда, я же еще тогда не знала, и я им когда, и все пишут, мы вот тут, мы вот тут, мы вот тут, приходи. Я пришла, и это такая любовь с первого взгляда, то есть вот сразу понимаешь, что люди разные, с Брянска там были, откуда только не были, и они все сидят, что-то там, играют какие-то игры, придумывают, взрослые, молодые, неважно, какой там, там не в возрасте дело, а в дело, в желании что-то поменять. И все, вот как-то с этого момента все началось. Сейчас в школьных проектах идет масса новых проектов, классических, которые они уже давно ведут. Вот, например, школьные дебаты, это просто целый класс. Ну, хоть немножко расскажите, что это. Школьники дебатировать умеют? Вот знаете, мне что дочь рассказывает? Рот закрывают всегда на всех. Вот общество знания упомянули, буквально позавчера звоню ей тоже отсюда, говорит, папа там рассказывает, что какие там дебаты, знаете, учитель пришла и начала там за эти протесты, за все, говорит, а вы не знаете, что Навальный убил человека, а то какую-то такую ерунду начала нести, весь класс восстал, конечно. Вот какие дебаты, когда ему пытаются долбить в голову? Смотрите, в школах будет все еще сложнее, но понимаете, когда... То есть вы не школьная площадка, вы вне школьная. Но, понимаете, мудрый учитель, он по-другому себя поведет в этой ситуации. Как мало мудрых. Закрыть рот, это, ну, это же, вот просто сейчас, ежесекундно закрыл, но ты ушел, дверь закрылся, рот открылся, да, ну, это ничего не поменялось, что сделал, ничего не сделал, не убедил, не рассказал, не помог разобраться. Так как у вас дебаты проводят? Смотрите, мы проводим на других... У вас целые олимпиады, я вот слышал, да? И олимпиады по правам человека есть, и есть индивидуальные турниры дебатов, то есть есть команда, а есть лучшие игроки, которые потом между собой еще дебатируют. Ну, вот что дает олимпиада? Это вот уровень государственный? Что-то она дает ребятам? Смотрите, мы договариваемся с институтами, и они дают, допустим, при поступлении, если выиграли очень хорошее. Но там очень высокий уровень, будут у ребят. Понятно, понятно. Мы даем там, потому что такие кейсы, ну, совершенно уникальные, то есть, которые нужно... Они либо прожили уже свою жизнь, этот вот пример... Иногда они говорят, так не может быть. Ну, например, я расскажу вам одну историю, с которой я познакомил в школьных проектах. Она касалась авторского права, потому что, ну, это же все-таки... Мы тогда были в высшей школе экономики проводили, и, конечно, это должен быть уровень высокий. И вот там вдруг рассказывают такую вещь. Для меня тогда это было удивительно. Значит, был один фотограф один, очень профессиональный, фотографии только за деньги продают, потому что очень классный фотограф. И он пришел в зоопарк в Германии, по-моему, в Германии. Могу ошибиться. Но, в общем, обезьяна у него отобрала этот фотоаппарат. Пока он фотографировал, она там что-то подскочила, отобрала, и все. Через какое-то время ему вернули, конечно, работники. То есть, ну, поигралась обезьяна там, что-то поделала. В общем, вернули ему этот фотоаппарат. И оказалось, что на кадрах уникальные вообще кадры. Обезьяна просто ходила, играла, щелкала, и нащелкала уникальные кадры. Он эти кадры обработал, фотограф выставил на торги на свои, где там на свой блог или как там, где фотографии все скапливаются. И ему предъявил зоопарк претензию. Вы должны оплатить нам, потому что фотографии-то не ваши, а наши. Наши же обезьяны. И вот этот кейс, он действительно разрабатывался, он действительно имел место в жизни быть. Они пришли к мирному соглашению, что часть туда, часть обратно, часть этим отдадут. Потому что, ну да, фотографировал не он, но аппаратура его. Ну то есть вот дети должны, ну понимаете, когда дети об этом не задумываются. Как же они с обезьяны согласие получили на представлять их права? Ну вот это, она в подчинении у них, там прописано по закону. Это действительно была ирогическая практика. Мне надо когда рассказывать, человек говорит, да не, не может же быть, это шутка, ничего подобного. Ничего подобного. И вот таких вот вещей в этом году тоже было очень много интересных занятий. Например, вот в этом году на Олимпиаде было по правам человека. Ну, я судила, во всяком случае, 8-9 класс. И они поставили, сами ребята выбирали там наши, которые придумывали эти здания. Выбрали кейсы жизни тоже. Сейчас внесен в законопроект в Госдуму и обсуждается. И мы предложили детям пообсуждать по ковидным делам. То есть нужно ли после прививки соблюдать все те же правила, маски, перчатки и прочее. Либо уже отказаться, да. И нужно ли делать паспорт, или это не нужно делать. То есть это такие спорные вопросы. Я еще раз хочу сказать, что мы даем детям высказаться и не оцениваем, да или нет, правильно или неправильно. Вы порассуждайте, поговорите с аргументами, ну, аргументы выставите, почему, вот, паспорт нужен для чего. Ну, допустим, одна девочка, вот, допустим, там идет, там, 5-6 человек, ну, примерно одинаково говорят. Кто-то за, кто-то против, ну, примерно одинаково. И одна говорит, а я бы ввела паспорта ковидные. Я говорю, почему, ну, вот, после прививки, это же нарушение каких-то прав или там деления людей. Она говорит, нет, я должна посмотреть, открыла. Я сама могу забыть, когда я ставила прививку, какую прививку, сейчас их миллион, да. И сколько срок действия ее, главное, что вот, если у меня подошел, ну, допустим, она же ставится, одна на 4 месяца, другая на 2 года, там, ну, какие-то сроки действия, которые сейчас только еще и вырабатываются. Я буду знать, открыла, посмотрела, все, у меня есть в паспорте. Ну, прикольно же, вот, когда человек сидит, рассуждает, думает. Ну, я еще раз говорю, мы никогда не берем, там, вот, это правильно или неправильно, даже как-то вот, не рассматривается этот вопрос. Главное, как человек рассуждает, каким путем идет, какие аргументы приводят, какие там сравнения, вы знаете, вот, в той-то стране вот так, вот в этой, вот так. Как выиграли они вашу Олимпиаду? Во-первых, сколько школ принимают участие? А вот у нас было сейчас участников, ну, то есть, тут, а школам бывает, несколько бывает, по одному бывает разное, 200 с лишним учеников принимало участие в Олимпиаде. Здесь, в Петербурге? Да, но она онлайн сейчас, у нас сейчас же онлайн маленько упрощает. Это вот тут, я говорю, несколько, некоторые вещи упрощают очень сильно. То есть, люди, которые не могли приехать всегда вот в офлайн, далеко, дорого и прочее, они в онлайне, пожалуйста, решайте, то есть, мы не против, там, пользования интернета, подсказки, пожалуйста, пользуйтесь, но научитесь говорить и аргументированно представлять позицию. И вот выиграла у нас, ну, то есть, итоги были подведены, сначала первый тур был, половина отсеялась, потому что, ну, иногда дети просто пробуют себя, естественно, там, ну, по-разному бывает. Они были, посмотрели, там, один вопрос ответили, второй, да ладно, вот. Вот, а когда уже выходит финал, люди, в общем-то, все хорошо получилось, вышли победители, и победитель этой Олимпиады получает три балла дополнительных при поступлении в Высшую школу экономики в Петербурге. Ну, вот потому что они нам помогают, мы им помогаем, мы сотрудничаем, и поэтому у нас получается такое очень хорошее действие. Но много было, сейчас у нас есть еще много других проектов, которые мы пытались тоже с институтами, тоже, чтобы были какие-то дополнительные бонусы. Но говорят Министерство образования о том, что надо сокращать вот эти все такие штуки. Но мне кажется, это хорошо стимулирует детей за то к занятиям, к развитию какому-то своему. Но получается, как получается. С учителями как работаете? Вот я слышал, ежегодно проводите какие-то конференции, вы возите в разных городах, где-то местах? Смотрите, мы стараемся, мы стараемся провести что-то очень такое необычное, интересное, чтобы, но не мы это все проводили, а учителя. Вот, допустим, у нас очень много талантливых педагогов, которые хотят. И вот я видела людей, которые горят на работе. И вот у нас одна такая есть недавно учительница, пришла, она второй год всего с нами. И вы знаете, мы вот уезжаем куда-нибудь, ее идет класс провожать детей. Плачут, прощаются. Я говорю, так она на три дня, ну, ребята, она же вернется через три дня. Провожают там, не весело, там, ты только... То есть вот дети их любят, они детям честно отдают все свое, как бы, время, желание, любовь. Но их мало, но они придумывают, мне кажется, это как раз те локомотивы, которые тащат и не дают упасть образованию. Потому что они разрабатывают все время новые проекты, они в игровой форме, какие-то настолки сидят. Они сами приходят, иногда говорят, помогите нам, мы хотим научиться, допустим, придумывать настольные игры для того, чтобы какой-то урок... Ну, допустим, вот, представьте, в классе сидят, и там настольные игры играют дети. И вот мы стараемся найти каких-нибудь экспертов интересных, или кто умеет это делать, кто расскажет, кто покажет. То есть у тебя приходят запросы, мы им тоже помогаем, они нам помогают. И потом это все, вот когда мы какую-то проводим, мы называем, ну, официально это конференция, а мы же не официальные люди, мы называем это не конференция. Так она и зовется, мы проводим не конференцию, кому интересно, приезжайте. Вот, и... А где в это ковидный год были, это ковидное лето? Ну, у нас... Где вы были? Мы были под Калугой. Так, я сам с Калугой, мне очень приятно слышать. Да, да, мы были в Никола-Лениевце, потому что это был свежий воздух, это был такой... Пространство, и, в общем-то, мы как бы, мы бежали из больших городов. Вы знаете, у нас в Калужской области самые несильные запреты. Самые, ну, вообще нет проблем. Мы даже не в Калуге были, а под Калугой. Мы нашли вот турбазу, где вот никого нет, потому что, ну, все равно у людей было опасение, а вдруг что, а вдруг так вот. Но лето же оно показало самый низкий уровень ковидной заразы, потому что свежий воздух. Люди на свежий воздух не толкаются в городах, мы из городов тоже все поуехали. Вот. И как раз было очень много интересов. У нас была театральная, причем это была такая не конференция, а театральная. Там было очень много практик для учителей, как раскрепостить детей. У нас тут есть Роман Александров. Он, Роман, потрясающий. Вообще, он просто, если вы его видели, он и больничный клоун, и в больницах ходит. И он ездит по школам отдаленным и с детьми за несколько дней со своей командой, там их 3-4 человека, придумывает один, значит, дизайн школы с детьми и все. Он театр ставит, какой-то спектакль, кто-то ставит хореограф, ставит танцы. То есть это обычная школа где-нибудь далеко, не в Петербурге, а где-нибудь вот маленькой совсем. Они ее выбирают, едут, и за месяц они ее просто вот переформатируют совсем с разных точек зрения. С творческих в основном, в основном творческие, конечно. И мы спрашивали иногда, учителя как бы сопротивляются, он говорит, ну какие-то сопротивляются, какие-то с удовольствием идут на контакт. И поэтому вдохновления хватает, они вдохновляют их, и дети вдохновляют. И вот он сейчас говорит, я бы сейчас уехал, вот я уже готов прямо, вот сейчас найду, какие-то деньги соберу, на донатю, может быть, еще что-то где-то заработаю. Он зарабатывает свои деньги личные и уезжает туда, чтобы с детьми там поставить спектакль, что-нибудь развить. Ну это просто прикольно, это просто круто, ну не знаю. Вот, и когда у нас с такими учителями встречаешься, у нас какие-то новые планы рождаются, новые какие-то идеи. Еще же молодежь у нас талантливая, студенты, они же потрясающие просто. Один сейчас придумал себе геопроект и назвал Рим, Россия и мир, Рим. И вот он проводит онлайн, готовит потрясающие для учителей географии занятия. Вот я была в первом, Иркутск как раз, я же туда, вот давай вот я там как бы, как местные жители где-то управляют, разговаривают, но это все было в онлайне. Куча людей присоединилась и это было интересно, потому что мы про леса поговорили, почему они горят, что с водой делать, как защищать Байкал, надо ли не надо, или сам разберется. Ну то есть вот такие вот штуки, вот знаете, и они как раз будоражат. А потом дальше пошло Пермь, Екатеринбург, там разные-разные города. И всегда находятся удивительно, находятся люди, которые готовы потратить свое время и просто рассказать. Да, у нас круто, ребята, у нас вот так, или у нас вот такая проблема, я тут живу, я вам расскажу. То есть вот он готовит викторину там, интернет-викторину, а дальше все вот так проходит, очень интересно. И вот разные-разные проекты, и вот мы сейчас открыли, в этом году запустили проект, перезапустили программу одну, назвали ее проектное бюро. Мы хотим поучаствовать вместе с учителями, вместе с молодежными работниками, с активистами в проектах. То есть что мы можем дать нового, интересного, и не как вот, ну чтобы оно масштабировалось потом, если это будет интересно. Потому что дети живут вот эти 15 лет существуют. Но это все же неформально. Это все неформально. Наверное, еще встречается сопротивление со стороны Министерства образования, их структур. А мы им неинтересны, мы же, видите, как мы денег не берем у них, ничего не просим. Зачем мы им? Они... Ну, отчитываются хотя бы. Нет, сейчас они, смотрите, нет, нет. Вашими проектами, вашей деятельностью. Никому не надо. Это никому не надо, потому что... А что-то сейчас заключается в другом. Ну, вы же знаете, там, сейчас вот эта вся протестная деятельность больше, ну, интересует вот это, кто туда пошел, кто не пошел. Сколько там, участвовал, сколько не участвовал. У нас же этого нет, поэтому... Ну, то есть, ну, смысл в нас. Сейчас ограничения... Единственное, мы сталкиваемся с чем? Ограничения идут по законам. Сейчас новые законы будут. Мне кажется, такая удручающая ситуация, потому что, как бы, запрет на образование. Ну, на просвещение. Не на такое, не на экологическое... На просвещение. Вот у меня был вопрос как раз. Что вы думаете по новым поправкам, которые пытаются внести? Получается, вам придется получать разрешение в правительстве. Да, всем. Да, это предпринимаете, это всем. Это вообще, когда ненужная лабуда, потому что... Ну, вот, смотрите, вот, ну, идут люди в интернет. Ну, это тоже просвещение. Там начнут ловить, штрафовать, сажать. Еще раз говорю, вот, а как вы это все поймаете? Смотрите, вот я сижу дома, я созвонилась, вот в WhatsApp у меня есть группа. Кто-то выставил, сказал, ой, у нас такой этот был, попадете под просвещение, под штраф. Ну, не знаю. Иногента дадут еще. Нет, ну, с иногентами все проще, тут у нас полстраны сейчас будет иногентов. Чего переживать-то за это? Потому что... Слушайте, вы дышите позитивом. Нет, ну, потому что, а что, мы тут по кругу уже раза два или три прошли все, потому что... Ну, смотрите, вот я, допустим, в Иркутске у нас была такая замечательная... Замечательный фонд «Байкальская экологическая волна». Она защищала Байкал от БЦБК. Закрыли БЦБК, целую заботу еще закрыли. Между прочим, это там убили 25 лет жизни, чтобы вот перекрывали. Я помню, когда перекрывали дороги, и телевидение все молчали, когда хотели пустить трубу нефтяную по дну Байкала. А у нас землетрясение, вот последнее, вот вы спросите любого Иркутянина, сколько землетрясений было в декабре и в начале января. Они говорят, мы уже не просыпаемся и ложимся под звук, у нас же землетрясение будет вместо будильника. Ну, потому что вот так трясет. А это значит, прорыв трубы был бы не на верный. Байкалу мы его сразу потеряли. Ну, потому что 350, 400, это вот как бы как норма вообще маленьких и больших землетрясений. Так вот, они, конечно, в 90-е годы было посвободнее, помогали, со многими организациями сотрудничали, исполняют им 25 лет, это было, наверное, лет 7 назад. Их закрывают, конечно, как только выпустили этот закон, и сколько, 5 пришел инагентом. Ну, вот как только его выступил в силу, их сразу признали инагентами. Они с такую пользу стране принесли, 25 лет, молодежь, старики, все выходили на улицу. Я говорю, дороги перекрывали, потому что, чтобы не допустить катастрофы. А они, оказывается, иностранные агенты. Ну, просто страна – это страна, а есть люди, которые имеют с этого деньги, это маленькая часть как бы над страной. Да, и вот они как раз и не хотят, чтобы это все было, конечно. Не хотят. Поэтому трудно мне сказать, что будет, потому что вот этот закон, понимаете, очень много профессоров, если мы говорим, не может в глобальном мире существовать отдельно взятая наука или отдельно взятая какая-то страна, и вот мы тут живем, и вот все остальные, и вот ни с кем не общаемся, чтобы не быть инагентами. Но, знаете, даже самолет никто не строит в одиночку, да? Фюзеляж отсюда, двигатель отсюда, металл отсюда. А как образование? Оно же вообще из кусочка склеивается. Если я с вами сотрудничаю, я училась в госуниверситете в Иркутском, последние два образования получала там, и у нас был сибирско-американский факультет. Сибирско-американский? Чего еще надо? Конечно, вся профессура и обучалась, ездила, и нас учили, и мы обменивались, и что? Страшные вещи рассказываете. Да, да, жуть. Все враги народа получаются. Конечно, конечно. Все секреты Родины продавали. А главное, нет секретов-то, мы готовы, только никто не покупал, что мы можем продать? Мы изучали менеджмент, понимаете? В последнее время сколько ученых попересажали по статьям за измену Родины? Ну, это страшные дела, конечно. Они работают, разрабатывают, берут что-то из открытых источников, анализируют. Когда люди начинают думать, это страшно становится кому-то там наверху. Вроде все открыто, вроде сами дают себе всю информацию, и потом вдруг все так получается. Ой, смотрите. Ну, вот ваши прогнозы, вот, в той среде, в которой вы общаетесь, примут все жестче? Примет Госдума все? Примет, да? Это же такой бесполезный орган, то есть, то, что говорит один человек, они просто все толпой принимают, голосуют за. Там же нет такого, что кто-то скажет, нет, не примем. Ну, там бывает 5-7 человек, которые не проголосуют, но это не делает по году. Ну, творческие люди найдут же пути выхода, наверное. Все равно, что находили все эти годы. Смотрите, ну, а жить-то надо, то есть, когда идет запрет на профессию, это же фактически идет запрет на профессию. Да, согласен. А как жить-то тогда? То есть, либо надо менять страну, переезжать, да, ну, то есть, не каждый же готов переехать, да, в другую страну. Это же не только проблемы с языком, а проблемы с общностью, с которой ты общался там, с которой ты живешь и прочее. Но ты же хочешь еще... Вот что такое гражданское образование? Это же то, что в конечном итоге меняет твою ситуацию, твой округ, твое место жизни по отношению к другим территориям. Это и есть. Вот я здесь живу, мне хочется, чтобы здесь было хорошо. Я не думаю о том, как там у них, да, плохо или хорошо. Но там есть свое гражданское общество, оно тоже будет добиваться, чтобы было хорошо. А теперь, говорят, никакого гражданское общество не надо нам. Мы все закрываем, все проекты закрываем. Мне кажется, это хуже будет, потому что, если вот возникает какой-то вакуум, ну, знаете, надувайте его пакет, да, вот он в вакууме, дуйте, дуйте, хлопок, и все, нету его шарик, так же надувной, и лопну, потому что все, его дули, 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 он закрытый, он в пространстве, все хорошо, но он лопается. Если в школах мы снова вернемся к советскому такому муштре, к советскому муштре, что вот есть от сих до сих, два параграфа прочитайте, три законспектируйте, ну, это же не приведет к какому-то результату хорошему. Знаете, как будто какой-то парадокс сейчас, да, вот дети вырастают, 16 лет, там, 14, и дальше получают паспорт гражданина Российской Федерации. Я гражданин, да, нас все называют, граждане там разойдитесь, граждане не собирайтесь, граждане то не делайте, то не делайте. А ругательством стало, когда ты имеешь гражданскую позицию. Вы говорите сейчас о гражданском образовании, которое тоже хотят убить. Тогда что могут граждане-то, что нам оставят? Что за граждане? Может, сразу как бы руками назвать? Граждане, ну, как бы придет к тому, что они сами должны это понять и начать действовать самостоятельно. Ну, сейчас очень много людей, ну, просто я же работаю с молодежью, я вижу их настроек, там, вот, нет таких... такой вопрос, когда молодежь говорит, ну, там кто-то... Они же разные, они же из семей приходят, они же приносят все из семей. Конечно. И даже не из школ, даже не... Вот из семей. И вот несколько раз был такой момент, что, говорит, ну, вот там, в 90-е, ты слышал, в 90-е там было, ох, там... А другой, говорит, не, лучше знаешь 90-е, чем 37-е. Все. Понимаете, они уже как бы отсекаются, они понимают, что такое. Они... Вот вы можете все закрыть, но они все понимают. Мне кажется, сейчас все-таки век другой, и не делать на это ставку, это очень глупо, недальновидно. Но есть интернет, ты хочешь его закрыть? Да, мы еще не Китай, да, еще не Корея. Но, понимаете, мы уже и не... Вот откройте, отключите интернет сейчас, вот мы же уже пробовали, вот телеграмм отключали. Что вышло-то? Миллионы подписчиков новых пришло туда, все ушли в телеграмм. Как только... И Роскомнадзор открыл свой сайт. Правильно, потому что только ведут запретные методы, вы должны понимать, хватит ли вам ресурсов этим методом. Когда начался только ковид на эти все дела, сказали, что же там, вот не вышли, не проверяют, кто там в масках ходит, вот это все должны соблюдать. Я говорю, а кто будет соблюдать это все? Кто будет контролировать? Вы думаете, что это так все просто? Это, понимаете, издать законов миллион. Кто будет исполнять? Кто будет все контролировать? Как вы будете контролировать? Я думаю так. Вы в мой мозг полезете, да, там, чего-то контролировать. Но когда так начинают говорить, что мы там все знаем, у нас там нейросети и прочее, люди начинают говорить, а тогда, знаете, зачем вам вот эти все? Они начинают не верить уже на элементарном уровне. Нет ковида. Вот докажите людям, что он есть. Не будем прерваться, потому что вы нам подшиваете, потому что каждая вот такая вот непродуманная агитация, она бывает же в плюсе, бывает тут же сразу минус выстраивается. и вы получите отрицательное действие на любой ваш закон. Вы даже чуть-чуть хорошие, ну, сделаете такое, ну, я не знаю, там, глобальное, скажете, что-то не то, нет, что-то они задумали, что-то они на то, что это... Последний личный вопрос. Кто вас так заряжает? Вот это ребята, молодежь, которые все из дома несут, или которые все видят, все знают, все понимают? Ну, с ними интересно, вот вообще все... Вот я же по сравнению с ними, я вот самая возрастная тетка здесь. Я была удивлена, у меня была куча комплексов, я думаю, господи, я переходил из периферии, во-вторых, с кучей вот каких-то своих уже, со своим бэкграундом, который я притащила багажом сюда, плюсы, минусы, где-то страхи, где-то наоборот. Я думала, как же я спешусь-то в эту всю организацию, потому что, ну, с ними просто нереально круто, они все время куда-то едут, какой-то движ, какие-то мысли, какое-то все вот, они все настолько активны, настолько вот, я думаю, господи, ну, зачем? Ну, как-то принято, приняли, и я с ними четвертый год, уходить никуда не хочу, я говорю, я им, когда какие-то планерки у нас проходят, еще что-нибудь, я часто приглашаю их к планерке у себя дома проводить, потому что, ну, такая неформальная, опять же, неформальная обстановка. Я говорю, если меня будете выгонять, я не уйду, я упру сейчас дверью, и вас не выпущу, и сама не уйду, много развивающих проектов. И я вот всем говорю, что есть такие моменты, и даже в России появляются, несмотря ни на что, вопреки всему, удивительные школы, которые заряжены на развитие детей с уникальными преподавателями, которые сами хотят развиваться, сами двигаются, и дают свободу. Без свободы никакого, ни гражданского общества, ни гражданского просвещения, никакого иного просвещения не будет. Если ты зажат, в какой-то вот, в каких-то рамках тюремных, то ты ничего не родишь, ты не можешь родить ничего такого выдающегося, просветительского, а еще сделать прорывы же, нас же все прорывы, нам же требуют. Давайте прорываться, ух, ну мы там отстали, нам же надо рвок. Слушайте, я услышал вначале, вы сказали о площадках, что не хватает вам. Я знаю здесь удивительного человека, епископа Лютеранской церкви, Ивана Лаптева. Это большая церковь, лютеранская, вот, и сам недавно побывал в одной кирхе, Анна Кирхе. Да я была, мы там часто бываем. А, хотел предложить вам пространство. Нет, отличное пространство, мы очень любим Анна Кирхе, там уникальные концерты, всех друзей, которые сюда приезжают в Питер, я всем рекомендую, сходите, потому что там удивительная история Анна Кирхе, и место само уникальное. Я это вам хотел как место, можно договориться и с пастором в концерте. Да, мы очень даже уважаем это место, мы туда иногда ныряем, потому что там иногда и подумать, там никто не лезет к тебе, ты можешь сесть посидеть, там огромное пространство, вот это вот все, такая аутентичность, книжки ты можешь взять, почитать, любые там по истории. Вот мне говорят, ну что вы там будете, религии сейчас? Я говорю, да при чем здесь все это? Вы посмотрите, заходишь вниз туда, спускаешься в подвал, я даже спуститься не могу, мне настолько страшно, потому что низкие потолки, вот эти узкие, как там люди вообще, могли сидеть вообще, вот в заточении. Мне страшно даже спуститься, потому что, ну невозможно давить все. А там сидели люди, да, и это же как бы часть истории, и хорошо, что она вернулась все-таки, в какую-то, сохранилась, да, и вернулась к лютеранам, потому что это же были и бары, и дискотеки, что только там не было, и все это вернулось, и мне это нравится, что там как-то... Сейчас место для творческой молодежи. Нет, там очень много, а какие концерты, там же вообще Вивальди, музыка, это же... Там вообще какие только они играют, классическая музыка, потрясающая, акустика, зал большой. Я говорю, вот мы сейчас были последний раз, уже в январе, вот в этом месте, у меня тоже друзья, говорят, своди нас куда-нибудь интересное место, и я их туда водила, и там была такая елка, знаете, очень добрая. Которая к потолку была подвести? Нет, это, это дизайн. А внизу в зале стояла большая елка, и на ней люди писали свои пожелания, то есть она была украшена такими шариками с пожеланиями, то есть вот вся елка, одни пожелания. И вот я читала некоторые пожелания, ведь люди же желают обычного, они же не желают, вот я ни разу не про них читала, там, денег хочу миллион, или миллиард, или дворец. Они пишут, хочу здоровья, хочу мира, хочу любви, хочу там, чтобы у детей было все хорошо. Они пишут обычные, человеческие желания, и это, мне кажется, очень круто. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Благословим вас Господь. Спасибо. Спасибо. Благословим вас Господь. Благословим вас Господь. Благословим вас Господь.